Воистину воскрес, Гнать Тихоныч, Христос воскрес. Так, меня слышно? Да, прекрасно. Слышно, слышно. Так, 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 сейчас. Сейчас, я пока что-то плохо вас вижу. Задержки какие-то. А я хорошо слышу и вижу. Так. Низкий, у меня написано, низкий уровень сигнала. Так. Так, ну ладно, все. Игнать Тихонович. Подожди, наладили все? Да, вроде все идет. Хорошо, слушаю. Христос воскрес. Воистину воскрес. Игнать Тихонович, я давно и тоже хотел у вас задать такой вопрос по поводу вашего лагеря. Лагеря. Ведь вы, бессменный начальник детского лагеря, еще были в советское время, когда вообще, наверное, и не было православных лагерей в России. И вот я хотел узнать у вас, у меня вопросов тут много, по поводу всей этой деятельности-то. Ну, начнем по порядку. Вы основали детский лагерь в Стан. Что, почему вы это сделали? Что вас подвигло основать этот лагерь в Стан именно в советское время, когда вообще было все это запрещено? Как вам в голову пришла такая мысль? И что вы делали при этом? Да, дело в том, что я не городской. А я родился в Потеряевке. Ну, родился 35 километров, но меня там 4-летнего суда привезли, и поэтому Потеряевка для меня родина фактически. А дальше отец с фронта без руки. А на какую работу? Он пасти, ноги целые. И он фактически 39, и там один год еще, 40 лет, как Моисей со скотиной. А мы там с 5 лет уже на поле, отнести еду, завернуть корову. А корова, и она не понимает, я большой или маленький. Ты крещишь, бищиком щелкнул, и она, в глазах ее, я очень большой. Я думаю так, маленьким кажется человек только в глазах гуся, гусака. Он на любого кидается, в его глазах, наверное, на персток маленький. Я так себе взял вывод. И вот поэтому в 1972 году, когда Потеряевка была разрушена, профессор Залевская, кажется, этим делом занималась. Только в Алтайском крае к тому времени было 360 сел, населенных пунктов, полностью уничтожено. А мысль заложена была как бы хорошая. Маленькие, магазинщик там, то другое. А надо их переселить, люди, как будто это воробинное гнездо, большие крупные. А это все разойдется, никуда в школу ходить будут. Ну на бумаге да, оно так выглядит, а на деле это не так. Люди будут жить более укрупненные, в Корщиной там. Ничего нет, люди уехали в город, к родственникам, в другие республики. Страна-то была одна. И пошло, и разрушение. Это ни день, ни два. Сегодня, оказывается, уничтожено 51 тысяча государства, образующих поселений, те, которые кормили. Разруха была ужасная. В одном только Алтайском крае, незасеянными, при перестройке было, миллион двести тысяч гектар. Когда в похороны, в странах, как он спросил, в Израиле, в Америке, в три-четыре этажа, да в один гроб могут положить. Там земля вообще, камень один стоит золотой. И вот здесь, когда наши родители уехали, они были последние. Семья большая, отца 10, 15 ребятишек, живых 10. А было 12 у мамы. Вот, ну ехали, плакали, конечно. И уже в 1972 году никого не было. А так как мы все время приезжали, приезжали, а я-то уже верующий был, домой тянуло нас, хотелось тут быть, приезжали, уже никого не было. Ну, мы искали сразу, какая копна, где есть соломы. Соломы набивали мешки, матрасы. А если нет, еще прямо в солому зарывались и спали. Главное, от комаров спастись. А здесь себя закрыл, проникают, а комар-то не пролезут. Ну, один-два там пролезут. И вот мы с 1972 года лагерем не назывался. А узнали, как хорошо, стали к нам цепляться друзья, близкие, других городов. Мы лагерем его в то время не называли. Просто приезжали отдыхать. Ну, это все лагерная установка, молитвы, как сохранить пищу, вставать, рыбачить, хлеб, молоко доставать, где березовый сок пить. Даже на березовый сок еще приезжали. Раньше было. И вот так мы занимались. Приезжали люди. Мы меняли раз десять место стоянки. Стоянка должна была отвечать следующим. Должна быть где-то на пригорке, чтобы ветер шел, чтобы деревьев рядом не было. Иначе комары заедят. От комаров избавиться. Второе, чтобы недалеко был лес, где доставать сухостой. Потому что печку сделать надо было. А так как деревня была разрушена, то везде там валялись и кирпичи, там пахали, они выпахивались. Я сделал печку, сделал печь русскую, русскую печь сделал. Это мы уже по стационарному сделали. Все это ограждения рядом посухие были. И вот мы взяли небольшое, преследовали нельзя, там сутки, может, полторы было, не было. Ну, прям маленькие. И где взяли крапиву. Среди крапивы выкорщивали, куда и корова не залезет. Плантации из крапивы жгучей. Большой крапивы, высокой. Вот. Мы боялись, потому что против, ага, вы в землю захватили сельхозугодие. И дрова когда сготовили, а в лагере некуда. Тут стоят шалаши. На 10 человек шалаш. Мы сделали его большой. И дальше какие поперечины. Каждый сверху слой тот, который берешь пучком, он сверху заворачивает за ту, которая вверху, поверху идет палкой с той стороны. И получалось так вниз. Ну, начинали-то снизу, снизу захватывать за эту, за решетку-то вниз. А следующий за нее, а на нее на этот скатывается. Следующий на нее скатывается. Ну, и плотно, много. Она не промокала. А вверху, где там неровно, там могла промыкать. Там у нас был целлофан заложенный. А чтобы целлофан не съедало солнцем-то, сверху разные тряпки. Разницы никакой нету. Потому что не от дождя тряпки, а от солнца. И все это притягивали на веревочке, бревнышки такие, небольшие ульки. Они висели не на земле, просто придавливали проволокой или веревочками. Ну, и дверки в шалаш. Они небольшие, там может быть меньше метра даже проползать. Тоже все это соломиное, это сено. А сено это осока должна быть. А осока здесь, где пруд наш, где крещение было. Все на себе. Там же ничего у нас не было. Вначале даже и на жопку не брали. А потом стали делать схроны, как называют. И у них таких схронов было около пяти или шести. Мы все богатели. Все у нас появлялось. И вот как я все должен был обдумать. Уже на месте стоит лагерь, но он не зарегистрирован, ничего. А тут уже приезжали, гонялись там за нами. Приезжают, а мы там, где второй мостик, куда ездили, где шлюз-то, где. И вот там много воды было, но меньше, чем сейчас. Столько никогда не было. И там едут комиссия какая-то. И видят, кто-то бегает. А мы-то не видим-то. Кто это там бегает? Это когда придут, я с ребятишками бегаю. Вот ребятишки, я с ними там. Вот этот кузнечник, я называю его там. У него крылочки черные, он взмахнет, а у него красные-красные под ними. И мы это звали Риза Монашеская. Ну, такие названия придумал, а биологические-то я не знал. И они увидели тут я с ними. Ну и начинают. А тут в одном месте нашли две березы черные, карельские. Как они появились, неизвестно. Но кто-то придумал, что мы приезжаем, чтим эти березы и молимся им. Березам молимся. Березево-поклонники. Ну, это так между... А они кто? А они кто преследовал? Они это кто? Ну, Корщины. Мы-то сельсовет Корщинский был. Потеряевка-то у них сельсовета не было. И там, которые стали директорами. А учились-то вместе или на класс раньше, на класс позже. Мануэлла там, Анатолий Сергеевич, вот этот он был. Ну, вспоминаешь, там Верба, Шурка был. Он куда-то уехал. Все Мощихи тоже в Корщину ездили. Потому что везде было по четыре класса, а тут десять. Ну, и тут тоже все правильно было. Жилища, до четвертого класса ребятишек много было. Ну, и когда ты все это знаешь, тебе все это дорого. Тем более, этот наш еще дом стоял, а потом его сожгли. Да неумышленно сожгли. Видать, пал-то пустили. Да горело так. Бревна-то большие, толстые. И старые там просмолены. Рубили это. Пилили это сосны только зимой, когда весь сок в них. Ну, и там горючая смола. Ее видно даже и скорченное было. Там шифер стрелял, говорит, сотни метров летело, наверное. Громадный жар был. Тем более, я когда пригон делал, гудроном заливал все, чтобы не протекало. А гудрон это горющее. И вот так мы... То есть спонтанно получается? Спонтанно у вас... Да ничего, как батюшка говорит, что деревню строить. Этого не было. Просто мы приехали там пожить, а они грозились. А мы вокруг бульдозерами раздаем. А ночью спишь, можем не услышать. А остальное палатки. Палатки мы окружали. Ровик выкапывали, чтобы вода стекала куда. Палатки. И палатки маленькие мы одели. Были на два человека. А мы делали более покатые. Вот так уже. И на четыре человека. Поперек ложится уже. Ну, а так как она поперек, то вода плохо скатывается. Тогда целлофаном обтягивали. Чтобы мыши не залезли, находили железяки на четыре подножки. А она по железу-то не поползет. Тварь-то эта. А дальше все обматывали, привязывали. И дождь не попадал. Ну, конечно, от солнца портилось. Выкапывали, где хранить продукты. Там нашли мы барсуковую, барсущую нору. И я все это разметил, как дальше, подальше маленько. А один, когда оставался ночью, выкопал целый домик подземный. И все это построил. И залезли через барсущую нору. Нас трудно было найти. А подходить разными путями. Дорожки не было. Одинаково. И все это заснято в фильме. И вот, когда пришло время регистрировать, я зарегистрировал лагерь Стан. Я до конца не понимал. Вот это слово через ДЕФИС Стан, оно нас спасало. А на Стан не распространяются ни электрические. Ну, где он Стан? Стан все нельзя дар-та-там. Ни пожарные нормы, ни санэпидемстанции. Что они нас душили-то? И этим самым словом они же сами доказывали. Мы просто выехали на один день. Но вы же сейчас стационар. Но я вас зарегистрировал в краевом отделе инвестиций и лагерь Стан. Он так зарегистрирован. Теперь регистрация нас спасала. Они приезжают и ничего сделать не могут. Лопаются буквально от злости. Вот это надо. Вы в советское время зарегистрировались уже? А вот зарегистрировались когда? Нет, я думаю, уже позже. Уже... Ну, что там, в 72-м мы начали. В 80-м. Примерно 19 лет. Да, раньше. Раньше. А то есть, уже вот это близко к 90-м, 80-какие-то года? Да. В краевом отделе юстиции. Зарегистрировано 139-й номер. Но, когда уже советская власть кончилась, никакого, как говорится, завязать да утопить только ее было, как один говорит, долго жили. А вот теперь-то, когда уже начали поставить, и мы допустили ошибки при регистрации. Мы сделали замещание и подали в суд на нас. Вызвали в суд. И, так сказать, мы закрываем. Почему? Потому что нужно при регистрации то место, с какой предприятия 10 человек зарегистрировано были. А у нас там один-два. А остальные городские. То есть, они законно. Мы подавали. У меня очень хорошее отношение с прокуратурой. Прокурор края у меня как друг настоящий. Генерал-лейтенант. Краевой судья близкий. Начальник краевого отдела юстиции, генерал-лейтенант. Отношения такие. И вот, когда юстиция-то подала на нас. Надо снять-то. Ну, и в суде-то, я говорю, тогда все правильно, мы признаем. А там был у них начальник, полковник. Маковеев фамилия. Маковеев, надо же, фамилия какая. Ну, и мы по руке обнялись. И все, я говорю, хорошо, мы под вашей крышей прожили. Ну, значит, теперь без регистрации будем. А потом нам регистрация только мешала бы. Когда вот новый-то Роспотребнадзор насел. И оказывается, у нас нет регистрации. И к нам неприменимы никакие меры. А с регистрацией они бы нас задавили. Но я понял, бороться не с чем. Это уже потом, когда вот это начали они. Окончательно после трагедии на Сиамозере-то. Где-то там. Вот. Где они там, Карелофина, где-то соревнования делали. Поделась буря и 9, вроде 9 школьников утонуло. Ну, и президент дал указание пересмотреть. И стали смотреть. А что смотреть-то? Они не соответствуют. Не докажи. Комиссия приезжает. Неструганные доски в стол. Я говорю, ну как неструганно, когда клеенки новые. Ну, у нас так записано. Вы опровергайте через суд. Освещения нет. А на столбе огромное. Вот такая вот по размеру ртутная лампа. Она на километры все. Как днем собирает иголки. Ну, у нас так напечатал. Напечатал. Исправлять не будем. А через суд. И все это потом через суд, когда за нас Снегирева там выпустят в российской газете. А российская газета номер один. Учредитель правительства Российской Федерации. Вот они тут ляпнулись. На меня сунулись. И вдруг такая газета. И то, что они делают, назвали шабош нечистой силы. Они от меня это взяли. Ну, и комиссия. Приезжают замглавы администрации. Тут был такой доктор. Он мне операцию делал. Хороший человек. Еврей. Шойхет. Яков Нахманович. А его Наумович звали. И с ним там главный идеолог коммунистов Петренко. КПСС еще. А тут ему дали другую работу. Уже Советского Союза-то не было. И вот они 15 комиссий дают. Это в 98-м году было. Закрыть, закрыть. Несоответствие. Отходы должны быть отдельное место. Огороженное. Но у нас нет отходов. Мы к кожурке все относим деревню, а не свиньи. У нас написано должно быть. Ну, написано, но нет отходов. Сделали яму, выкопали мы. Огородили. Ну, и все. Туда ничего не ложили. Но сделать надо было. Никак. А не новое опять. А новое одно дурнее другого. Вода должна быть проточная. Я говорю, мы из колодца носим. Никак. Тогда решили. Вы бочок поднимите кверху на крышу, чтобы на воду текла. И мы запишем проточную. Я говорю, зачем же вы приехали? Проверять-то надо в дурдоме. Представьте себе. Я в лагере. Не просыхаю от работы. Видел, какие строения. Говорит так. А вода оттуда в бочке мы возили. Насоса ничего же не было. Бочками. Местить глину надо было. Вот это... Досток нету. Вот эти слеги кривые от клёна-то. Высушить надо. Одна к одной. И сверху надо замазывать. Сама надо с соломой перемешать. Это одну келью сделать. А у меня их восемь. Представьте, сколько труда. И почти никого не было. С деревни один только лошадь дал. И просто вот такие идиотские отношения были. Но я ни в одном месте им не уступил. То есть я делаю всё, что говорят. Судить начинает. Суд подают. И как? Назначают комиссию. Главный пункт был, что у меня существует физическое наказание детей. Я говорю, а как я буду с ними справляться? Да вы что? Да детей тогда ювенальной инвестиции не было. Но уже было. И уголовное дело на меня. Назначают. Помп прокурора приезжает. Милиция тогда была. И врач-кандидат медицинских наук. И всех ребятишек пересмотрели. Нет ничего. Ну хоть бы одно пятнышко нашли какое-то. Нету. Вас бьют здесь? Один мальчик был. Лет десять. Нас не бьют, а нас наказывают за дело. Вот надо додуматься так отвечать. Ребятишки-то хорошие-то. Но эти кончилось с тем, что которые проверяющие, у наших детей возьмете к себе в лагерь. И дают такую характеристику. Не милицейский язык. Дети в лагере станет, чувствуют себя прекрасно. Понимаешь? Их послали не за этим. Это как у Валама. Говорит, я вызвал тебя, Вала, проклинать. А ты благословляешь его. Вот у меня точно такая же история была. У меня в близких отношениях был прокурор Мамонтовский. А я, ну, предела нет. Я обращаюсь к прокурору края и говорю, как бы помогли-то маленько хотя бы. Нам не надо шоколадных конфет. Муки нету, гороха, овсянки. Ну хоть маленько бы кто-то помог. А у него-то установления еще нету. Он тогда пишет, средства отпустите Мамонтовскому, Сухов его фамилия. И он сам привозит. А я после операции, у нас большой ларь железный сварили от мышей. И он туда, прокурор, представь себе, носит для детского лагеря. Они-то подали разорить, не дать. А получилось, Господь запрек их, они работают здесь. Дошел, говорит, не возвращается, как июя было. Это Бог делает, человеку нельзя. Я ничем не могу привлечь их к себе. Потому что, ну а кто я? А они там, идеологический центр, от КПРФ. А там еще подзуживает еврейская организация ВНЗР. Наши туда ушли. Там насыплялась какой-то профессор. Какое он отношение имеет, вообще не знает. Ну, регулирует, видимо, советы дает. Все до одного пострадали. И при том пострадали ужасно как. Статья идет. Это для Слова Божия нету, там написано. Наконец-то Лапкина прихлопнули. Статьи. Вот так. А я когда вернулся, называется требование сатисфакции, удовлетворения после того, как они напали. Они не приносят даже извинения. И я подал в суд. Три. Сразу. И все три процесса выиграл. И вот, которые писал Самульсов Александр. Статьи. МК на Алтае. Московский МС на Алтае. Его находят убитым. Проходит маленькое времени, который выступал там по радио, по телевидению. Долой. И вот такой. Начался такой разгром, что краевой администрации говорят. Да как так? С московским комсомольцем разговаривать нельзя было. С ними говоришь. И ты руки в карманах, кулаки держи. Того наглые статьи писали. Они мне все сочувствовали. А я им как начал давить, а и нас не возьмешь. Они зарегистрированы где-то в другом городе, а подчиняются Москве. И я нашел одного человека, который барнаульский, у них зарегистрировано. А этого достаточно. А теперь они оттуда должны присылать своих, кого надо. У меня юристы хорошие были. Они элита. Алтайские. Алтайские. Элита называется. Лучшие советовали. И как? Ну и дальше суды-то начались. Их вытаскивают. А они ничего доказать не могут. Мальчики спят с девочками. Ничего. Ну а это действительно стоит того. Они обвиняют, что мальчики спят с девочками. Обвиняют в этом. Да. А у нас где мальчики спят, отдельные. А где три подряд, вот так, это девочки. Там у них скамейка. Мальчик не имеет права проходить даже напротив. Да. Они не знают. Ну судья-то спрашивает. А вы видели как? Ну не видела, говорят. Нет. А тогда была не просто потребнадзора, а санэпиденстамство называлось. И он вот здесь на меня нападает. Смирнов его фамилия. Это там курятники. А судья говорит. Зарегистрировано все. Краевое дело юстиции. Что говорите? Она за нас. Она ничего не может сделать. Она говорит. Документ. Фотографию. Они никак не могут. Родители не допускают детям. А родители все дети идут. Я говорю. Лагерь такой, что вместе с детьми могут бабушки, дедушки быть по своей путевке. Но не вмешиваются в воспитание. Все. А мы все были в лагере. Там, говорят, оставляют хоть на два срока, хоть на все лето. И эти все начали гореть буквально. Ну гореть, то есть ничего не могут сказать. А у них подушек нету. Они на вещевых мешках спят. Я говорю. Нет. У нас отдельный склад. И там вещь-мешки. А сколько вещь-мешков? Ну, ну сколько там. Восемьдесят пять человек, значит. Восемьдесят пять рюкзаков. А подушек сколько? Я говорю. Сто двадцать. Когда размонтировали здесь воинскую часть. Высшее авиационное училище. А у меня знакомые там до генерала. Знакомые просто, которые за меня заступаются. И они, вот дядя Боря, которого мы ищем-то. Он оттуда. Генерал-полковник. Ну, ясно дело, что сержант бороться тут не сможет. И на машинах приезжает и приводит, что я прошу. Две огромные танковые палатки. Огромные. Из одной мы сделали церковь. Просто огромные. Танки накрывать, видать, было. Это вообще все не расскажешь как. А который привез, я говорю. А мне сообщил генерал, что три. Я одну взял, капитан, говорит, себе. Можно? Ну, можно, конечно. У нас привезли. Нам и две хватит. А дальше. Это Бог делает так. Я в одну попутную всю организацию обращаюсь. Они торгуют с целлофаном. Большие тюки. Тюк прям трудом поднять можно. Там не одна сотня метров. Но я написал, нам бы метров семь надо. Ну, и сказали, в какой им день прийти. Я приехал на машине. Они выносят полный рулон. А рулон, я не знаю, ну, сотни там, наверное. Много-много там. Выносит второй рулон, третий. Я говорю, тут ошибка какая-то. Никакой ошибки. Да я начальника не знаю, даже в глаза не видел. Ну, у вас написано так. Он сделал резолюцию, написал, выдать семь рулонов. Я когда увез, маленько погодя, звонят и говорят, ой, как мы ошиблись. Надо было семь метров, а мы семь рулонов дали. Я говорю, назад привезти. Да не надо, начальник сказал, на детский лагерь. Это мы не объединяем. Вот, Господь застил же им глаза. На ду нападают Буранова. И на ее покушение. А у нее иконка была, железная, и пуля попала прямо в иконку. И отрикошетила. И, видимо, она обед дала и узнала про нас, и помочь надо. И она, второе покушение было. Она решила выехать, дело продолжит в Германии. А перед этим загрузила машину, и нам везет Валентина звать. Я говорю, ну, нам это не надо. Там такие конфеты, нам нужна мука, грубый товар. Дробленка, вермишель, горох. Сечены называют его там. Вот это надо-то. Ну, ладно, уже для ребятишек-то. Я иду РТИ, резинотехнических изделий, завод. Вот с первой точки, первый раз только пришел, вот, а там Хромов Анатолий Петрович. Я его назвал, он у меня есть где-то, патриот называю русский. Он повелевает выдать мне две лодки. Две лодки. Дальше у нас не хватает шлангов из пруда качать в лагерь. Он выдать с избытком дал. Выдать еще метров 300, наверное, дополнительно. Я это в деревне раздавал. Дальше. Нам нужно, детям сделали деревянный бассейн и затянуть. Ну, а какой размер надо? Ну, 10 на 8. Он дает заказ, и они делают такой непромокаемый, с которой лодки делаются. Я это делаю. Дальше. Мне уходите, Анатолий Петрович. Ну, я пошел. Да подожди ты маленько. Он лезет в шкаф, достает деньги и мне в сумку толкает. Да подожди ты маленько, у него там шоколадки купленные. А я один раз решил похвалиться. Я говорю, мы даем кататься только в воскресенье. Показать бережливость. Он как на меня напустился. Да что вы делаете? Да я же сказал, да мы еще дадим лодки, чтобы каждый день плавали на лодках. Я говорю, так я с ребятишками не справлюсь тогда. А потом его уже, когда завод закрыли, нашел. И он никак не берет у меня. Никак. Пока не взял деньги, тогда книги он взял. Вот каких людей-то Бог дает. Пошел на инструментальный завод. Ну, маленько, хотя бы килограмм 5 гвоздей, то другое. Он дает электродов килограмм 10. Ключей разных размеров, которые я буду обменивать. Вот эти циркулярки. Гвоздей разных размеров, наверное, полтонны. Вообще невообразимо, что делают люди. У меня была одна тут. Говори. Ну вот вы, получается как? Вот нужно лагерю какие-то предметы, еда. И вы ничего не зная никого. Просто какой-то завод. Просто идете туда, да, и у них просите. Нет, бывает не так. Так, у меня называлось эконом, эконом. И как-то, смотришь, что-то на такое вот. Помощник. Егоренка, Надежда Павловна. И я его поставил. Она не русская, видать, была. Вот. Такой вид-то у ней, ну, непритягательный. Она верующая была. И я ей написал, что нам нужно. Я-то в лагере. А она идет по этим местам. А они все меня уже знают. И она говорит, меня принимают, как будто бы я принцесса какая. Да подождите, да мы сейчас, да мы вам домой завезем. Она куда бы ни пошла. Начни, горшки детям-то и эти дают. Она все выполнит. А чтобы сам я ходил, а то у меня редко было. Машину нужна. Да, да, да. Я приду. Приду, начальник и говорит, железнодорожного отдела, не отдела, а администрации. И он там, Голобокова, Светлана Ивановна, женщина такая могучая, стоит. А я возьму и скажу, такой долбьем не убьешь. В простой гроб не положишь. Она расхохоталась. Она двери никогда не закрывает. Я должна видеть, что у меня приемно делается. Люди приходят, надо решать. С ней не наговоришь. Так, с чем пришел Лапкин? Я говорю, машина нужна. Какая? Я ей говорю, так, автобаза, приготовьтесь. К вам такие обратятся. Да, 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 все. Другое. Так, что еще нужно? Я говорю, фляги две бы масла растительного. Она, так, маслозавод. Вы там можете две фляги дать? А куда? Детский лагерь. Тут помогаем мы им. Хорошо. Она звонит. Вам что, она же, я говорю, холодильник. Она звонит. И главное, холодильном заводе, фамилия директора Холодилов. Вот нарочно это или нет? И она, он говорит, нету. Я сказала, надо. Ну, ты придешь ко мне просить, я тебе ничего не дам. Ну, даешь или не даешь? Он тогда выводит. Да говорят там на вокзале, что-то списывает. Ну, так сразу и говори, время тратить на тебя. Вот такая вот она прямо, я за нее ходатайся в краевой администрации. Она работает, ей надо шире фронт дать. И вот, что бы ни попросил, вот, мне нужны кольца, колодец копать, бетонные кольца по полтора метра и по метру. Я обращаюсь туда на завод. А тут был долго от коммунистов Александр Александрович. Помню, здесь был губернатор края. Потом его сделали послом в Белоруссию. Скажу потом, что-то имя его, фамилию забыл. И тогда он приезжал здесь, тогда был Евдокимов Михаил Сергеевич. Никто не думал, что какой-то сатирик там займет. Подсидели, они там сделали два Евдокимовых. И люди не знали, за кого какой-то такой шаг они сделали-то. А там тоже не думали. Надо бы уже бороться, а уже бороться некому. Внимание завлек, русский мужик там выступает. Ну, и говорят, он руководить-то не может, он тут погибнет потом. Это, нет, Суриков тот был, Суриков, фамилия его. Его отправили туда. А когда Потеряевке статус придавали, он был, ну, видимо, Совет народных депутатов. Ему подчинялся за подписью Сурикова такого-то числа. С 91-м году, 23-го марта, принято решение о восстановлении Потеряевки. Все рушится, и вдруг восстанавливают. Там начались люди наши, нашу Потеряевский, даже один, у которого 4 высших образования. Вот какие у нас люди были. Вагнер Николай Николаевич. Еще мы с голубями возились вместе. И вот здесь Евдокимов не может руководить. А я обращаюсь к нему. Михаил Сергеевич, для лагеря нужно вот такое-то. Дальше, я не знаю, дальше мне нужно самосвала 3 гравия и крупнозернистого песка. Я сделал заказ сегодня, завтра к обеду в Потеряевке все, трубы привезли, кольца привезли, гравий привезли, щебенку для колодцев закрут, чтобы это дренаж был. Для меня остался он как очень хороший Евдокимов-то. А на него не умеет, там ничего, там нападали на Зарев, на Зарчук, законодателем собрания Александр Александрович был, кажется, нападали на него. А для меня он хороший. Один раз обратился и быстро все выполнил. Вот, то есть, я не знаю. Это бесплатно, Игнат Тихонович? Это все, да? Это все бесплатно, что ли? Все бесплатно. Бесплатно. И даже расписывайте. Давайте я получу. Да не надо. Ангел впереди идет. Я не знаю, какой завод дал. С Евдокимовым я ни разу не встречался. С Суриковым встречался. Он курит. А я стоял с ним рядом. А так вот его помещу. Александр Александрович, бросьте курить. Бросьте курить. На вас люди смотрят. Это у нас за компартию был. То есть, у меня и мэр города Парнаула. Это вообще, я начну рассказывать, это длинная история. Вот смотри, это все до лагеря. Вот мне нужны продукты. А к кому обратиться? А хорошее отношение с мэром. Он говорит, у нас тут депутат есть. В другом городе Валейске. Там есть обрабатывающие предприятия по продуктам. Туда обратитесь. А чтобы обратиться, у нас тут Макаров. Он к воинской части относит. А ну, он депутат. Там надо на него. Мне рекомендацию. Я туда. Я приезжаю. Они привозят продукты. Четыре с половиной тонны. Тонны. Я всю потеряю, засыпал продуктами. Я никогда не видел Макарова этого. А вот Бог как делает. Я называю фамилии. Я не боюсь это сказать. Вот понимаешь, какое дело. Вот на этом заводе, который гвозди давал то другое, он потом стал ректором, кажется, университета или какой-то там экономической. Я потом все-таки нашел его, отблагодарил книгами. А этот мэр города, Баварин Владимир Николаевич, он входил в десятку лучших мэров России. Он был директор, не директором, а порторгомоторного завода. Ну и вот Бог делает так. Когда я судился, я все скачу с одного места с другое, потому что события связаны. И у меня незаконно изъяли. Мне надо в суд подать, а документов нету. А железнодорожный район этим был. А администрация это. А там у нас был представитель президента Шуба Николай. А то уже депутатский корпус тогда был в Думе. А у него помощник Богданов. Фамилии-то какие. Я пришел, как-то к нему, говорю, все документы сказали, потеряли, документов нет. Как потеряли? Ну, сказали, вас в администрации потеряли. А ну, сиди на месте. Вот такой вот этот он, афганец. Прямо команда. Ну, по мне все это нравится. Я сижу, он прошел, ушел, я уже идти надо. Он приходит, папку вот так вот. Вот она, папка. Потеряли. Спрятали они, потеряли. Они знают, что за это будет. Я стал смотреть, батюшки, что они там пишут. Мои пленки на заводе приезжали и не распечатывали, бросали в топки пленки. Такого не может быть, чтобы не распечатали, бросали. Они не были запечатаны. Они не были. Они открытые лежали в коробках. А какой завод? Да вот такой завод. Кто делал это? Кощегар Николаев. Я на завод. Никакого Кощегара там такого не было и ничего не привозили. То есть фантазеры, мюнхаузены, современные. А я тогда раз, дайте справку, что там не было, ничего не было. Ложь. А ложь теперь уже, если человек по-настоящему нормальный человек, он будет трепать их. И такое и началось. Дальше уже они обороняются, а не я. Мне нужно, чтобы решение суда, я еще не реабилитирован, было признано незаконным. Административная статья незаконная. Пленки я продавал, выгоду имел, а я не имел выгоды. Я делал с огромным ущербом. Покупали бабушкам магитофона, отдавали там все. Ну и проще. И вот здесь, когда до дела-то дошло, Баварин. И они тут один был хороший кореец, ректор университета или института. Ну и еще там один он, Тен. Тен и юрист. Еще люди здесь, они собрались вместе. И прокурор края, а он мне близкий, и говорит, надо что-то делать с Лапкиным. Ну сколько же можно человеку по инстанциям гонять? А она, которая была здесь, Ремнева, Надежда Степановна, она теперь в краевой администрации работает, по связи с людьми, и что-то такое там, по детям-то. А я как раз с детьми. Я к ней. И она все дела рассматривает и пишет. Беззаконные решения. Теперь суд должен быть. Отменить это все. Я к начальнику отдела юстиции. Он тоже говорит, сколько в ошибках сделали в отношении Лапкина. Это надо перерешивать. А в Москве там одна, Амелина, в Верховном суде утвердили, что законно. А это президиум. Он разбирает только дела, которые уже совсем, но убийство серийное там. И когда здесь местный, он генерал-майор, этот судья краевой узнал, что мое дело взяли на пересмотр, он до того удивился, что гражданское дело, даже не слыхал такого. Они разрешили и сказали пересудить заново. Все неправильно. А второй пересуд начался, они уже потому ступать не могут. Там уже отрезано. А нового ничего нет. И мне начинает помогать судья Железнодорожного района Лир Иван Иванович. Дальше я не знаю. Только он сильно помогал. Ходил в эти радиостанции. По каким расценкам меня брать, когда я составлял целые программы-то. А они что делают? Этот 550-й номер, по которому начисление-то идет. Отчего стоимость такая у меня огромная была, почасовая. Они ее вырвали, а там корешки остались. Мы-то давно в Сибирске. И там вырвали. У них связь везде. В Кемеров, в Томск, в Омск. И везде вырвали. Это вообще разбойники настоящие. Ну и ничего нет. А по тем расценкам, они мне должны были 11 миллиардов. Миллиардов. Ну это не до миллионов по-сегодняшнему было, наверное. Или больше, конечно. Ну и все это дело разрешилось. А Лир, который помогал, внезапно погибает. Задавили машиной. Я не знаю, как это случилось, что. И он меня за руку водил буквально везде. Вот здесь надо обратиться. Вот такой документ надо. Но они видели, с ним еще нельзя было сделать. Смелый такой. И погиб. Ну и вот так вот. В любом месте. Я еще даже, говорит, только подумал. Ну, Агнат Тихонович, мы, конечно, о лагере говорили. Но тут уже расширяться тема пошла. Это все к лагерю относится. Это встает авторитет. И теперь обращают продукты в лагерь. Вот я говорил, завод, лагерь, лодки. Туда два лагеря. А потом он дает четыре лодки. И я все беру, потому что это ветви от того, что Бог делает. Но теперь самое главное, это дети, как набирать. Объявления даем. Бесплатно печатают у меня во всех редакциях. Бесплатно. А почему? А который там главный, он мне очень близкий. У меня везде отношения были хорошие. Ну, он сказал сделать, еще он стоит. Вот когда я издавал, и тут только в фотошопе. Когда картинки, то у меня же все со светлыми картинами-то. Вот, который делал-то. И он помощь мне сделал по тем деньгам, которые дороже наши были, 250 тысяч. Взял на себя расходы по фотографиям. Мне сильно помогали. Очень сильно. Я бы ничего не сделал, как вот миссионерские поездки. Одинаково. Снабдил Господь. Ну, стоимость 35 миллионов мы только заплатили за то, чтобы отдать. Не считая горючего. А доход по детскому лагерю. Главное, это устав. А в уставе у меня наказа, и дети, родители знают, физическое наказание. Исследования за исследованием нету. Ничего. Занялось этим делом КГБ. Это по детскому лагерю КГБ, это вообще, я такого не слыхал. Ну, все исследовали. Все осмотрели. Получили мы данные. Ничего этого нет. Ну, уберите вы из устава это. Подтверждение не нашло. Наказывайте. Конечно, наказываю. Скажите, что я должен делать? 12-летний ударил 7-летнюю девочку. Скажите, по-вашему, что я делать должен? Выгнать его? А родители отдали мне не для того, чтобы выгнать, а исправить. И девочку отдали не для того, чтобы я долбил какой-то взрослый мальчик. Я знаю меры наказания. А как вы наказываете? Очень просто. Жгучая крапива. Я вложу второй этаж, который на таком уровне. И губами провиди. Я рассказывал. Он боится. Алеша, ты заматерился. Ты девочку обматерил. Ты обязан это сделать. Боюсь. А все в это время лагерь молятся. Я выхожу. Вот он стоит. Тебя наказали? Нет. Почему? Боюсь. А я эту крапиву беру. И губами у меня такие волдыри на губах. Ру бросай. Весь лагерь со смеху падает. Он говорит, я не боюсь. Ну, заходи. Японское кандзо. Хульт небоязненности. Он тогда губами будет. Все он наказал. Теперь давай я тебя щелкну. А сам себя по голенищу, чтобы слышали. А ты слюнями покажи слезы. Ты бегом беги к умывальнику. Водой холодной тебе надо скорее. Там, где я тебя надрал. Чтобы. А было, что по-настоящему. Было по-настоящему. Потому что по-другому нельзя. Он двоих ударил, троих отматерил. И вы избавите, избавлю. А этого не будет. У меня целая система наказаний была. Самая последняя была на веревочку. Никуда, ни шагу. Если он не доедает где-то. С чашкой будет ходить до обеда. Купаются и с чашкой в руке. Все он после этого метет как надо. И тогда, когда профессора тут были. Психологи. Где вы все это взяли? Со всего мира по ложке. Шепотом. Даже не разговаривать. Отбой. Все. Даже заранее сходить в туалет. Легли. А воспитатели слышат. А они дети все знаете. Шепот будет слышен. Смех. На улицу. Два часа. Стоять. На комарах. Но это все я говорю. А будет все по-другому. Теперь идут. Разговаривали. Кто? Никого нет. Никого нет. Значит все. Власти. Оденьтесь хорошо. Восемь человек. По разным местам их расставить. Друг друга не видят. В руки прутик. Вы на охране. Два часа долго. Полчаса можете. На четыре дня растянем. И как только успокоилось все. Я потихоньку машу. Собираю. Веду их в поле. Рассказываю о звездах. О пшенисе. Но обо всем. Все что только видят. Я знаю. Они расскажут другим. Другие готовы умышленное нарушение сделать. Чтобы я точно с ним так занимался. Понимаешь как вот. Это надо все время. Если любви нет. Тебя разницы нет. Я ночами с ними время провожу. Днем. Привозят подзорную трубу. Тут один. Галендухин. Приезжают группами. Вот этого. Где они печатали. Юревич Андрей. Он с ребятишками приезжал. От отца Геннадия. Это детский лагерь. Вставать во столько-то. Мальчики на первую очередь. Везде. В церкви отдельно стоят. Купаться отдельно. А иногда бывает так. Искупались. У девочек волосы длиннее. Сушатся дольше. А мальчик-то еще он там. Почти по голу. Так. А купаться охота всем. Пять-шесть раз в день купались. Мальчики. Разрешим девочкам. Раньше искупаться. Чтобы они волосы успели просушить. Катхой думает. Ну ты что думаешь. Пять лет пройдет. Ты винтом будешь вокруг нее ходить. Знакомство искать. А ты всего ничего. Пять минут не хочешь отдать. Ладно. И вот каждый раз. Я все это должен. Знать и сделать. Вот что еще. Какие заместители. Наказание. За сорок восемь лет. Не разрешил никому делать. На это надо суперталант. Сто раз прощу. Виновного. Да. Ну вот. Я вот. Вот собственный вопрос. Какими должны обладать качествами воспитатели? Вообще. Какие качества вы вывели? Обязательные. Сто процентные. Которые должны. Как лидер. Как лидер. Первое. Качество воображения. Второе. Знание. Третье. Умение. Четвертое. Решимость. Пятое. Беспощадность. Шестое. Привлекательность. Вот пять качеств находили у нас. Шестого нет у этого человека. Он давит, а дальше не знает, как вытащить. Привлекательность. При всей этой строгости дети вокруг меня облепляют, говорят, как пчелы. Меня если нет, они каждый раз спрашивают, а где дядя Игнатий? А где? Я на велосипеде, не дают меня крутить, сзади толкают. Это нельзя доказать. Потому что самое лучшее, что у нас есть, все по совести. Вот мы пошли, разбились на группы, копать корень солодки. Идти. Можно было уехать. Машина есть. Нет, пешком. Разуться всем. Там колючки бывают, то другое. Через конкурное решение, через подошву, там и легкие глаза. Все будет. Дети-то чего здоровые? Там выходим. А еще идем там, где песок. Там стоять нельзя. Терпи. Тепло идет. У тебя ни гланды не будут болеть, ничего. Я знаю это все. Вот как. И теперь, когда привезли, вымойт они корешки, группы, которые были, разрешите группы. Так, теперь положите на палатку, просушили, делите сами пополам. Заранее знали, 50% на лагерь, мы же заваряем здесь. А половину вы домой увезете, а половину вы делите, сколько у вас в этой группе было. И вот они сидят, дети. Я только гляну, я на глазок вижу, что вот этот побольше. Я ее сразу, конечно, тут больше. Как больше? Вы же поровну делали. Я сказал, делать поровну, а выбираю я какую кучку. Ну, еще раз, ну, давайте еще раз тогда. Они перекладывают. Я вижу корень большой, маленький, длину его. И сразу, няня, опять, этот опять нам меньше достанется. Ну, еще раз. Ну, и игра идет. И все тогда они видят, что обмануть никак нельзя. И делают правильно обе кучки. Это маленькое такое. Вот одна девочка, она такая сердитая была. И что-то там не так сделала, и другую дернула. Не обязательно в колокол ударим. А колокол бить у нас. Один раз просто собраться перед аналоем, и где колокол. Второе, там, занятие. Трит, обед. Четыре, чтение Евангелия. Пятая, тревога. Коммунисты напали. Пожар. И вот тут что делать? Каждый знает. Хватает кошму. Хватает песок. Все это огонь тушить. Посторонне все кидаются. Ввалят его за руки, за пальцы, как вот Гулливера в стороне лилипутов. И мы все это тренируемся. Детям интересно. Я каждую птичку говорю. Идем в лес. Я рассказываю, какое дерево для чего. Какое листье. А потом листики сару на крысе рассыпал. Какому дереву принадлежит? Представь, ребенок сколько знает. А потом травы. Что такое кровохлебка? Там тысячи листьев. От чего? Идем за ягодами. Не отставать. Дальше трех метров. Каждый метр горящий будет. А там с головками растет, с плотными. А называется идея. Идейное наказание. А взрослому через рубаху больно. И вот один отстал. А сам такой длинный, как Косиношка. Сашка. Сын Якона. Отстал дальше. Идет он какой-то. Стоп. Встали все. Ну, давай. Ты если отстал от последнего, который. Друг от друга на три метра уже дальше нет. Ну, явно видно, что можно. Я никогда не видел. Он как прыгнул по воздуху. Оттолкнулся. И на месте. Все так ахнули. Сашка. Ну-ка сделай еще так. Я это не сделаю больше. Он из-за наказания, из-за страха. Тройной прыжок. А такое есть и на Олимпийских играх-то. Все теперь идет рядом. А который дальше. И этой болиголовом этим. Я его дерну. Все в кучке идут все. Лазить по деревьям. Это опасно. Сорваться. Я рассказываю. Береза не ломкие, сучки. Они как обезьяны до верхушки лезут. Какие кощери сделаны. Как мы это все по земле волощим. Забил скобки. Веревки. Ну надо все это видеть. Вот ребенка. Чтобы взять. Как тогда был у нас Степаненко. Максим. Я взял на неделю. Что ли там человек. Сколько-то. Я там с ума с ними посходил. Они в разные стороны растекаются. У меня ни один никуда. Вот грань. Сели за стол. Так. Быстренько дежурная. А все знают. Забытая вещь. Она не нам принадлежит. Ее любой возьмет. Притащили чей. А он сидит. Чей. Чей это там пиджак. Нет. А ребятички знают. Да Сережкин это. Еще что сидишь-то. Вылазит. Теперь он должен взять. Это. И идти вот так вот. Когда обедают. Бежать вокруг стана. И махать рукой. И кричать. Я забываю за станом одежду. Три раза. Пока он бежал. Три раза. Что съели. Ему не попадет. Уже на второе. У меня на все меры наказания. Платочка нету. Ударил колокол. Помолились. Платочки. Я сам показываю. А у него нету. Вытирать только через платочек. А там-то поля растут. Храм идти. Нужно сбегать туда и обратно. А одному нельзя. С кем-то должен. Все продумано. А один стоит на бугре. Смотрит. Как они бегут. Чтобы случайно кто их не перехватил. Если велосипед. Я завел два велосипеда. Катаются. А на вышке. Следит. Чтобы они с глаз никуда вышли. Если он свернул в сторону. Где не видно. Лишается право. Понимаешь. Это целая система. И вы считаете правильно. Да не я считаю. А там все кто были. И врачи. И психиатры. И все говорят. Вот. В Англии была. Если человек сам. Если сам человек согрешил. Вот если сам он сделал. Но не признался. Его выявили. Если он сам признался. Различные наказания. Различные. Если человек не сознался. Я его накажу раза в два больше. А если солгал. В 10 раз больше. Ложь. Смертельный грех от дьявола. И они этого. Дети как большие. Что-то сделаете. Так они прям со всех ног ко мне бегут. А вот я сейчас там был. То-то сделал. Там уронил. Разбил. Ну пойдем посмотрим. Почему ты так сделал. Они растут настоящие граждане страны. Вот один мальчик. Девочка. Приехала тут. А она мать алкашка. А живет с бабушкой. И она. Ей лет 7 может быть. И она корову сама доет. С трехлитровой банкой. Выходит на трассу Барнаул. Новосибирск. И торгует. Она жизнью рискует. Ее шопер любое задернет к себе. Чтобы хлеба купить. А наш один член общины. Там в школе был. Он узнал про нее. И эту Иру прислали ко мне. Прислали. А у нее вши кипят в голове. У нас самодельная есть. Там хозяйство на мыло. Керосин. Там что добавляется. Ее сразу вывели в отдельной кели. И все. А вша-то уже известна была. И один мальчик. Что-то забился. Вшивая. Она пришла и заплакала. Меня назвали вшивой. Сразу в колокол. Колокол это тревога. Собрались. Вот Ирина. Мы приняли в лагерь. А в лагерь кого принимают. Он обязан выйти. Сказать кратко биографию. Что мы его принимаем в свой коллектив. Так. Кто ее назвал вшивой. Тот вылазит. Я. Смотри ей в голову. Он посчитал. Ну хоть одну вошь найдешь. Тогда ты прав. А чего найдет? Их нет. Ее расчесали. Высчитали. Высчитали. Там ничего нет. Вот тебе наказание. С сегодняшнего дня ты играешь только с Ирой. И ты за нее заступаешься. Разулыбались обо всем. Она девчонка хорошенькая. Да и он парень такой. Ты понимаешь. Ну пройдет все лет семь. Ты же вот так вот будешь. И когда нет святые носить будешь. Ну маленько то думай. Где вы учились. Там то другое. А парень один. Я не могу. Я болею. А идти к батюшке. Тогда у него видик был такой. Вот она таких. Крутилось там. Видео. Идти. Я не могу. Полковников. Фамилия. Не можешь. А одному в лагере нельзя оставаться. Что мы придумаем? Так. Воинская палатка. За четыре угла. Ложись. Ложись. Сказали. Он лег. Взрослые ребята. Несем туда его. Там он у нас рядом будет лежать. Больной человек. Мы его до половины донесли. Он уже кричит. Я уже не болею. Ему стыдно перед девчонками. Ему стыдно за себя. Маленькие идут. А его тащат. Он здоровый такой. А другой там стоял. И где я раздевалку. Он ногой пинал. Что делать? Пришли. А вот этот там. Называют его Олег. Он пинал дверь. Пинал дверь? Пинал. По какой причине? Дурью маялся. Оценка такая. Вот тебе чурка. Я дал ее. Ногами пинать до туда. И обратно. В руки не бери. Он пока его допинал. Он десять раз уже не хочет пинать. Понимаешь, что нет ни одного преступления, на котором и не было такое интересное наказание, как это уже Бог укажет тебе. И как? Это не унизительно. Я его никак не унизил. Он унизил-то он. Но и наказание-то его какое. С этой девочкой. Все время за нее. С утра до вечера. Рукой не прикасаться к ней. Играть рядом. Не задевать ее пальцем даже. И он все больше и больше. Вам вопрос задашь? Вы потом ответами своими все остальные вопросы выбьете из рук. Вот мне когда говорят. Это кто-то написал недавно. Говорит. Начнешь говорить. У него, говорит, бытовых историй. Конца края нет. А почему? Я не сидел. Да, князья, говорит, вас там обзывали. Как-то обзывали. Гром или ураган. Что-то такое вот. Вчера мне эти скинули. Я говорю, мало ли, что за глаза не скажут. Ну, а принимали ли вы детей неверующих? Неверующих. Совсем неверующих не принимали. Потому что... А ребенок скажет, я не знаю, но я буду знать. Перекрестить. Вот. Ну, теперь верующий ты, раз крестишься. Тогда беру. Родители совсем неверующие. Мне главное, чтобы ребенок верил. А если родители верующие, а ребенок неверующий, я не возьму. Он должен отдыхать лето и все. Зачем ему насиловать себя? Вот одни интересно. Муж и жена высокий ростом. Ну, где-то по метр, наверное, 85. И мальчишка такой же, Юрка. И они все сектанты. Я узнал это сразу. Говорю, а почему вы решили? Чего еще у нас такая? Православная. Кандидат каких-то наук. И она сказала, в лагере есть такой лапик. Чтобы моего внука туда отвезли. Но мы привезли. Вот такое послушание вообще. Представьте, сектанты. Как они бьются за это? Ну, все. Юра, как ты молишься? А у нас вот так молятся. Ну, я знаю. Ну, так и молись. Проходит неделя. Он в храме молится, кланяется. Они приехали за ним. А он молится. Юрка, да ты совсем православный стал. Представь себе. Вот этих историй много. И они же касаются детского лагеря. А родителей неверующих вы принимаете? Вот если ребенок верующий, а родитель неверующий, и он с ним хочет в лагере быть. Молиться приобретется с нами. Ходить в храм с нами. Не курящий. Если курящий, нога запрещена. Вот если таких. Таких практически не было. Приезжали на день день. Но когда про нас в газетах напечатали, вот эти пакостные статьи, один прилетел уже к вечеру. Прям. Ребенка. Так я все и забрал. Сколько не добыл, ему деньги назад вернули и все. Ну и с детьми тут издеваются. И понятно, что. Он пошел, дорога-то его и спрашивает. Вася, как вас тут? Как? Ну такой был. Да ты что, пап? Да с рода такого здесь никогда. Да разве разреши дядя Игнатий? Никогда. Так и не было, не было. Да как же? Мать сказала, езжай за сыном, забирай. Отдал его в какую-то секту. И он приехал. Тогда он возвращается. И я был неправ. Я говорю, нет, вы нас простите, но у нас правило, если родители по недоверию взяли, как Лужкова премьер-министру отправил на покой, а мне становилось обьянино. Так и здесь. Мы уже не берем. Вы подпорчены. Может быть, по-настоящему у нас что-то, и вы будете на стороне врагов. Даже не спросивши, не узнавши. И вы поверили в мерзопакостные лжи. У меня бывает так один. Я сына отдал бы вам. Я, ну, знаете, я такой вот бедный. Бесплатно бы взяли его. Куришь? Курю. Пьешь? Пью. Давай, я беру на лето его, а вы за все лето, чтобы ни разу не курили, не выпили. Я так не могу. Значит, деньги есть. До свидания. То есть, знаешь, каким кульбитом я его поворачиваю? Я возьму, расходы мои. Но этим самым я у тебя душу покупаю. Как Жан Вальжан сказал. Жану Вальжану сказал епископ Бьеменю из отверженных Викторию Гуго. Я отовсюду по крошке собираю, как Антоний делал со цветка на цветок пчела летит. Вот есть у меня такое. А встречаете, вы детей встречаете как? Ну, когда. Мне надо ехать. Как? Никогда как? Ну, как встречаю первый раз, они приходят в памятник у Пушкина на Ленинском проспекте. У меня говорится. Звонят и приходим. Там в три часа. В памятнику там люди стоят в очередь рядом с ними, беседуем. Я не один. Записывать. Я только беседую, пишут. Дальше у меня одна бумага, в которой родители дают согласие на физическое наказание детей. С сеткой или крапивой. А там не будет ничего. Один раз такое было попутно с Украины. Ну, приехал отец, забирает его. И они уже в поезд сели. Я говорю, ну, рассказывай, сколько раз тебя наказали? Ни разу. Как ни разу? Да таких у меня не было. А меня ни разу не наказали. Так, быстренько соскочить вы сейчас. Я говорю, нет, назад я уже не полез. Я говорю, ты спустись, я тебя хоть раз дерну, чтобы у меня не было такого. Ни наказания-то. Ребенок ни разу не был наказан. А почему? Как только кого наказывают, он сразу бежит к уставу и считает устав, чтобы еще не забыть. Каждый раз. До того смешно было. Только наказываю одного, а он бежит уже бегом и опять устав считает. Вот это пример нам. А вот когда уже дальше собираемся мы, я иду в органы МВД, краевой УВД. И они мне дают автобус. И дают еще сопроводительную машину спереди и сзади. Но я не беру, умоляю, не надо. Я отвожу бесплатно. То есть, опять же, генерал УВД Вальков, вот, его Путин снял со смерти Евдокимова. А он хороший был, милиционер. Ну, не было охранения. А он, говорит, сам отказался. Евдокимов. Ну, и так мне говорили. И мне жалко. Он в Потеряевку приезжал. Его избрали премьер-генералом он стал. Приезжал сам в лагерь. Начальник милиции Алтайского края. А если у меня прокурор в очень близких отношениях, то что бы на меня ни писали, у него тщательный разбор будет. Ни одна ложь не прошла. Ни одна. Вот поэтому, раньше говорили поговорка, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. А ее переделали. Не имей 100 рублей, и имей тесте, как от жубей. Редактор известий, у которого тесте был Хрущев. Время власти. Ну, вот так. Вот о наказаниях, обиде. Вот сели за стол, ни одного слова, чтобы не было. Даже шепотом. Напротив каждого стола дежурный. В колпачке, в фартуке. И он должен смотреть, чтобы хлеб лежал в избытке для всех. И первое, второе он подносит. Если кто-то показывает, вот так вот. Без первого, второе не дается. Первое показывает, половина. Значит, половина имеет, половина. Второе, второе. Добавки уже не будет. Раз там половину взял, добавки не будет. У меня один такой парень был. Ну, прямо шустрый очень. А двое из баптистов стали православными. Ну, такие ехидные ребятишки жалуются. Не играют нигде. Вот сидят, как старички где-то. Ну, а когда поели все, и из-за стола-то вышли. А один, видимо, подошел и сказал. Она увидела, Нина Жолнирова, который в храм не пускает, на улице стоит. Так ты, Сережа, хочешь поесть? Ну, да. Никто не стучит там, или ты стучишь? Нет, стучат. Вот сейчас постучали. Один или два раза. Ну, сейчас, подойду, подожди. Кто? Кто? Стучат, стучат. Я спрашиваю, кто? Не слышно, кто? Еще нет. Это сейчас я, подожди минутку, на наружку гляну. Да он, говорит, там стучит, а сам уходит. Нет, Володя. Володя, ну, Володя, быстрее. Еще, еще в двери. Никого нет. Я там жду. Так, подожди. Добра, хорошего нет. Вот, пустые две банки, но они хорошие, трехлетновые. Ну, это мы отправим. А потеряйки приходятся. Да, подожди, там вытащи. Потеряйки приходятся. Ну, ладно, я отправлю. Спасибо, Христос. Два мешка и это полотно такое, оно хорошее. Пойдет. Так, тебе еще, да, дайте что-то там, да? Не надо мне. Подожди, тебе надо, да. Мешки мне нужны, Володя. Сколько найдешь, столько тащи. Потому что, будь, я тебе сказал, куда. Да, 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 наставим. Так, ну, как побыла в Луке, это, подожди. Ой, что? Как она побыла? Ты-то я видел, нет? Да вот сейчас я видел ее уже. А где она? Да, они сейчас на улице были вдвоем. Ага. Вон, она тут на Пасху была, тут все видела. Ночной умоление была. Ну, я тоже, я к ему ваше видел, там, по Кросской. Я видел? Вчера батюшка была на обеде была в архиве. Их там 20 человек, священника было. Ну, ну, ну. Служба была вечером. Не будешь сидеть здесь? Да, Шер. Пошел, Бог, ну, спасибо, Христос. Готов к лету, себя и ее, давай. Ох, я вот он. Эй, брат дорогой, я вот он. Это Володя Пенкин, от Гликерии и ее дед. Дед или прадед, я не знаю уже кто. Ну, вот стучит. Нет, я подошел, он в это время уже вышел. В окошко стучать. Я заказываю ему, что надо достать. Он ходит там где-то выбрасывает, которые мешки, и мне все нужно, и он приносит. У меня, видишь, везде свекор схвачено. Да, Ирина Тихович. Ну, вы вообще все вопросы у меня выбили просто. Вы все, по сути, затронули, когда рассказывали. Уже задавать нечего. Как обычно. Я ни разу вам не смог задать по плану. Один вопрос всегда задаю, а дальше все уже. Ну, понимаешь, какое дело. Вот когда спрашивают сейчас-то, где вы, вот, где вы, ну, понятно дело, так, я не могу знать. Каждый день говорят. Мы только думали, сидели, разговаривали. Позвонили вам, и вы начинаете отвечать. Говорю, даже не узнали наши вопросы, ответили. Как? Не знаю. Я говорю, вот, решает. Я не пророк, не прозорливый. Я просто, ну, нехорошее слово есть такое, живу азартно. Я за все благодарю Бога. Как есть. Вот кто будет заниматься голубями, вот, которые у меня здесь, они уже, три, вы, дальше пять, сами, семь голубей, из двух семь получилось. И они тут надо расстилать, закрывать пол, кормить, прощищать, мыть, воды надо, да на два этажа, не считая двух голубятней, которые на улице. И это занимается не день, не два, это уже 70 лет, может быть. Ну, ты сам видишь, что. Ты же был у меня на голубятниках. Конечно. Я не голубевод. Я не голубевод, я просто люблю. Вот, Елена Гладущук как раз звонит тоже. Сейчас ее. Позвонила Елена Гладущук, да. Еще она говорит. Сейчас позвонила? Вот сейчас звонит. Сейчас, сейчас, да, позвонит. Я ее пока сбросил. Не знаю. Ну, она вчера тут была, сильно помогла. Помогла батюшку, свозила там в храмы, к архиерею. Говорила она сегодня. Она активная очень. Мне это нравится. Ну, что сказать-то? Вот по лагерю-то. Вот когда начались нападки, вот где, ну, нельзя даже придумать. Совершенно незнакомое. Тут только надо молиться. И вот они сумели в Октябрьском районе судью, видимо, как-то приласкать. И она вынесла неправильное решение. Я прям сразу же подал протест в Краевой суд. Вот, и в Краевом суде, Бог дает человекам, по всему видно, что верующий. Он полностью отменяет то, сумму штрафа на эту молодежь, московский комсомолец больше накладывает. И все сразу восстановилось на место. Да мало того, решение по телевидению в самое удобное время. Меня спрашивают, когда, чтобы сдать передачу. Они мне сразу прислали к нам заместителей ГТРК. Мы, знаете, вы только заберите заявление. А весной мы к вам поедем в лагерь, мы хорошую статью напишем. Я говорю, я уже не доверяю. Вы уже не были, уже хорошую. Зачем мне хорошая? Это мне правда нужна. И никак. Я говорю, ну, я не настаиваю, в какое время. До нас никто не спрашивает. Это решение суда мы обязаны выполнить. Вот оказывается, какая штука-то. Они думали-то, ну, кого там лопоухи, мы его сейчас, кондовый. А не тут-то было. И вот здесь он сидел, Масалов его фамилия, мы беседовали. А потом проходит время, ГТРК присылает ко мне Шубина. Тут тоже интересно как. Он расспрашивает всю биографию. Она у меня записана на сайте на моем. Там Шубин берет ГТРК. И вот с этой передачи, где он был, где-то там на Урале, какие-то соревнования между нами, там какую-то победу взял. Другой пишет, здесь, ну, мы знаем, давно Галенко. Главный приз, кажется, берет на Станкина, а он в МВД. Но ясное дело, что нам он не шужой. Влад хороший человек. Он потокорреспондент. Вот где я не возьму кого, и все эти люди расположены к нам. Одна правда, как-то я был в Единой России, а потом в Справедливой России, когда-то там, ой, Лапкина, мы вам так помогали. Я говорю, вы помогали мне. А кто вы такая? Ну, вот, ну, как помогали мне, чтобы я должен знал, отблагодарить. Она ничего не может сказать. Я говорю, отсюда вывод. Вы ошиблись. Мне кто помогает, у меня все на учете. Я себя считаю должником. И чем могу, я помогу. Вот, который есть в другом городе, где, Кемерово. Я поехал туда. В Хабаровске я лежал в госпитале. Поехал туда, нашел госпиталь. Где я работал? В зоне. В Иркутске. Да, армия-то. Там пошел. Для их библиотеки полный комплект пожертвовал. Я нашел всех. Двух в Москве только не могу найти. Генерала вот этого, генерала-полковника, Пинкова Евгения Борисовича. Бориса Евгеньевича и Амелина, которая прекрасную статью, там, Президиум Верховного Суда повернула все в нашу сторону. И Снегирева Таисия, которая в российской газете вот эту грозную статью написала. Шабош нечистая сила. Так они как тут забегали. Машины две или три этих администраторов приехало с краю суда. И главное, начальникам над ними, над всеми, это уму непостижного, поставили еврея, в которого у меня родные и близкие отношения. Он доктор, доктор медицины, Шойхет Яков Нахманович. И они все, конечно, тут никуда перед ним. А он все в нашу сторону. И продукты все проверил. Только одно помните, Игнатий Тихонович, к вам бывает ребенка пошлют, а у него инкубационный период закончится через неделю, как приехал. И буду думать, что у вас. Ну, я говорю, как Бог, да, слушай, Яков Нахманович, тут никак нельзя. Вот не я же там руководил, они вызывают это волобу, и он потерялся. Кто фотографию дал? Он говорит, я не давал туда. Кто писал? Видимо, в российской газете и пропечатанное для них это не в радость. Тем более в очень отрицательном плане. Вот когда это на наше дело мы готовились, там статья вся помещается в этом материале. Вот откуда я знал в Москве? Откуда друзей? Ты Богу будь друг, и Бог своих найдет. И оказалось, что Снегирева, которая писала такую статью, она прихожанка отца Кирилла Игумена Сахарова. Это вообще не... А отец Кирилл Игумена Сахарова во мне души не щает. Я когда встречаю, он со мной везде, даже в английское посольство поехал, и там все пишет, как это было. Разыгрывается, говорит, такое, что Игнатий сказал, молиться будем. И что это английское? Что такое Англия, Великобритания? Бог выше. И начинаю молиться, и гляжу, говорит, все на встречу идут. Я, говорит, сам убедился в этом. Себе ничего не приписывать. Да, я не мягкая и не ласковая, но справедливость все признают. Я десять раз прощу, чтобы не наказать. Пропустить. Это надо просто молиться об этом. И вот когда уже дети ехать надо, едем туда. Как приезжаем, теперь мы уже все снимали. Какие подвалы у нас мы сделали, холодильники. Где что хранили. Это все надо обдумать. Воды здесь не было, ходили на второй мостик туда купаться тогда. Здесь, а там уже все заново возобновили. И там-то тоже немного было пешком пройти. А сейчас четыре метра воды. А дамбу-то высокую не насыпешь, пока она не осядет. Так что четыре года я нанимал. Привезти, увезти, шестьдесят тысяч. Только платформу заказать. Опять же с деньгами. Где вы их берете? Вчера мне Лена говорит, опять на ваш счет шестьдесят тысяч кто-то сбросил. Кто? Мы с ней договорились. Лена, мне знать не надо. Ты делай как только сто тысяч, круглая сумма. Ты знаешь, куда отдавать. Я и знать не хочу. Ты знаешь, я пленник. И тому человеку надо помочь. Ну ты знаешь, десять миллионов должен. И без этого нельзя. Кормились. Он тысячу людей кормит. Мне деньги не показывают. А она вчера уже сняла. И то ли забыла, или еще и при батюшке слет. Я договорился, деньги мне не показывайте. Ну, Игнат Тихонович, вот хорошо, чтобы было бы сделать копию архивов. Вот что делать. Копию архивов надо сделать. Сделать. Разрешаю. Вот этим можно как раз таки купить жесткие диски и копию всю перекатать. Сделайте. Возьмитесь. А вы скажите Елене, Елене скажите это, что вы одобряете это. Легче делать, конечно, не скачивать, у нас же они все сохраняются на дисках. Нет, да, надо второй архив сделать. Один архив, потому что умрет, а второй будет живой. А второй у нас на хранение в Испании. Там его нет, это в Испании. А у нас-то нету. Ну, да. Тем более, уже с тех пор, как Испания, уже накопилась половина от того, что было. Да, правильно, правильно. Ну, тогда Лене надо помочь как-то будет. Она бы взялась. Нет, я Лене-то это все, все это сто процентов скажу, обеспечу. Вы, главное, ей скажите, что вы даете добро на это. Даю добро. Да. Ну, вот по лагерю, понимаешь, нет, это целая эпопея. Потом как встреча... Сейчас, Игнат Тихонович, начался занять молитвы, сейчас у нас молитва. Все, отхожу на молитву, становимся. Все, с Богом. Спаси Христос. Слава Богу.